Объехать лося и прохватить по грунтовке Замесить грязь и идти в занос Москва рулит, делает все это раньше вас, за вас и для вас Чтобы вы знали новую машину, как облупленную в лучшем смысле этого слова Один подумает, обычная машина, другой загрустит, последняя настоящая Вольво А третий скажет, это же начало новой эры И все это об одной и той же модели С80 Чего в ней больше? Прошлого, настоящего или будущего? Найдем ответ за 10 минут Почти 80 лет шведам удалось оставаться независимыми Но в 21 веке Вольво пошла по рукам Сначала ей овладел Форд, коллекционировавший престижные бренды Jaguar Land Rover Aston Martin Невероятно, но факт Одним из родственников седана С80 Является совсем на него непохожий кроссовер Freelander Но и Форд ненадолго задержался у руля Пять лет назад продал Вольво китайской корпорации Geely К добру это или нет, покажет время Этот рестайлинговый С80 был привезен в Россию в прошлом году Другой бампер, другие фары Но в целом рестайлинг был так себе, для галочки Чтобы напомнить Эй, привет! Мы еще живы? В силуэте седана по-прежнему видна рука британца Стива Матина Который был шеф-дизайнером Вольво 10 лет назад А сейчас, кстати, работает в Тольятти над новыми моделями Lada Этой модели уже 9 лет от роду Старушка по современным меркам Правда, российскому покупателю это, скорее всего, на руку Да, в салоне, конечно, не сразу во всем разберешься Нужно немного времени, чтобы обжиться Так, слот для ключа Кнопка запуска мотора чуть выше, чем обычно Но в целом под рукой На передней панели старая перемешана с новым Из старого консоль с кучей маленьких кнопок Они сливаются друг с другом Чтобы попасть в нужную, надо точно прицелиться Выглядит это все как старый мобильник Который держишь про запас А вдруг новый сломается? А вот ручки на своем месте С ними можно делать все на автомате, не думая Из нового приборка, которая быстро переключает на себя внимание Циферблат один, а режимов-то аж целых три Все-таки приятно Материалы отделки, качество сборки Ничем не хуже, чем у премиальных немцев Кожаная торпеда с прострочкой Этот интерьер в особом исполнении инскрипшн То есть за эту прекрасную кожу и доплатить придется особо Сзади довольно просторно Здесь два удобных кресла Подлокотник с подстаканниками и маленьким бардачком Но в предыдущей модели здесь был холодильник А сейчас его нет Оказывается, можно быть одновременно и солидным, и шустрым По крайней мере, у С-80 это легко получается За солидность отвечает подвеска, а за живость мотор и коробка И такой коктейль получается, что хочется насладиться им полной На загородной дороге мотору может хватить 5 литров на 100 километров А в городе 8,5 Конечно, в Воливе чувствуешь себя безопасно Потому что здесь очень много электронных помощников Мониторинг мертвых зон есть Слежение за разметкой в наличии Система аварийного торможения имеется Диаметр разворота стандартный для машин такого размера 11 метров с копейками На пятачке, конечно, Вольво не развернется Но крутить рулем водителю в удовольствие Раньше считалось, что чем больше цилиндров у мотора, тем престижнее И под капотами дорогих моделей Вольво стояли шестерки и даже восьмерки Теперь компактность престижу не помеха И под капотом С-80 четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом Тем более мощность та же, что у прежней шестерки Цилиндров стало меньше, зато передача у автомата больше Их тут восемь Городские улицы не место для езды на грани Оценить управляемость С-80 нам поможет Профессиональный автогонщик, мастер спорта Обладатель Кубка России по ралли А сейчас один из руководителей гоночной команды Битюнинг Михаил Кривоспитский Начнем с нашей любимой змейки У нас 245 лошадей О, ничего себе Машина рулится Заметь, кренов-то практически нет у нас с тобой Вау, а посмотри, какие прекрасные сидения Я не на твоем месте Отключаем систему Ну что ж, у меня загорел синдикат, что у меня ничего не помогает Я тебе могу сказать, что скорость у нас 80-90 И вот, вот, вот она началась Началась, но она нам с тобой помогает Ведет она на змейке себе прекрасно Очень хорошо Ее не заносит, ты ее контролируешь Да, я ее контролирую, хорошие тормоза Видишь, смотри, все тормозится И у нас включилась аварийная сигнализация То, что мы тормозили очень резко Я чувствую, ты мне приготовил сейчас какой-то сюрприз Да, я хочу посмотреть, как автомобиль у нас с тобой проходит поворот Не просто змейку, а реальный поворот Ограниченный у нас с тобой нашими хомусами Мы очень быстро вошли Мы ворвались просто Ворвались в поворот Ну, мы остались в повороте Это здорово Классно Ну, а теперь будем объезжать лося Я сполз Ну, 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 давай 80-90 Очень хорошо На выходе у меня было 102 км в час На 2 км в час Да, я как-то отпускал Очень классная машина Мне очень нравится Насколько автомобиль отзывчивый на руль Коровка работает замечательно Надо похвалить, конечно, Вольф Очень классный мотор Новый двухлитровый мотор Укомплектован системой турбонаддува И выдает 245 лошадиных сил Машины с этим двигателем Только переднеприводные Компанию Вольфа в последние годы Не раз трясло В переносном смысле слова Мы же потрясем Отдельно взятый С-80 В прямом смысле По обычной русской грунтовке И поможет мне в этом Специалист по глубокому тюнингу Внедорожников Дмитрий Войнов Ну давай, Дим Ты прям застеснялся Тебя смутила эта машина? Почему, Дима? Не знаю Давай, где твоя брутальность? Давай, поехали Гони Дима, скажи мне что-нибудь, пожалуйста Я не могу пока Почему? Ну смотри, прекрасно тебя везет Да вообще отлично на самом деле Кинать не хочется Хочется размеренно Вот это ухабы Да А руль тебе нравится? Руль вообще отличный Долстенький, приятный На очень Подвесочка такая Чего? Куда ты? На льду машина вообще неуправляемая Да Ну извините Она, наверное, не рассчитывала Что будет такое смешанное покрытие Грунтовки и лед Аккуратно Лед Вау! Вот Слушай Нас, конечно, занесло Но электроника справилась Выровняла машину Дим, ну ощущения у тебя? Впечатления? Впечатления? Хороший автомобиль Хорошо едет Понимаешь, автомобиль Он как-то располагает В вождении Мне кажется, что это все-таки Седан И он абсолютно Не предназначен Для таких дорог Если это вообще Дорогой можно назвать Тестовый S80 Стоит 2 миллиона 58 тысяч рублей На рынке От достойных Конкурентов Не продохнуть Причем, если Мерседес Е-классы Или Ягуара XF Будут ощутимо Подороже шведа То у японских седанов К примеру Инфинити И Q70 И с железом Все в порядке И опций Полна коробочка И цены Вполне Конкурентоспособные Попрощавшись С тестовым С80 Добрым словом Вспоминаешь Прежде всего Салон Уют внутри Создает и продуманная Эргономика И достойная отделка А вот список Опций у престижного Седана Мог бы быть И подлиннее Дизайн машины Ее внешность И отдельные детали Салона Уже выдают Ее возраст Этот автомобиль С80 Конечно Пенсионером Не назовешь Но и в светлое будущее Он сделал пока лишь Только полшага И раздразнил нас Поскорее бы сесть За руль Абсолютно новых Вольво Впрочем Даже за рулем машины О которой вы мечтали Всю жизнь Не забывайте Что тише едешь Дальше будешь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok